Ситуация на востоке страны. Покушение на Геннадия Кернеса. Белый дом грозит Кремлю. Об этом и о других новостях коротко в итоговом выпуске на главкоме в студии Марина Ткаченко. Здравствуйте. В ходе перестрелки в Краматорске ранен сотрудник СБУ и сотрудник МВД. По оперативным данным группы информационное сопротивление ранения получены в ходе боевого столкновения возле аэродрома в Краматорске. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook. Он пишет, стрельба велась со стороны дачного поселка близ аэродрома. Террористы, осуществившие обстрел, успели скрыться до прибытия туда мобильной группы силовиков. Также несколько выстрелов террористы сделали из гранатометов. Ранее сообщалось, в Константиновке Донецкой области вооруженные люди захватили городской отдел милиции. Слово местных жителей, чиновники не могли попасть в здание, их не пускали. Как сообщает Дмитрий Тымчук, террористическим группам поставлена задача от сепаратистского руководства на протяжении дня 28 апреля произвести захваты зданий силовых структур еще в пяти населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Кандидата в президенты от партии регионов Михаила Добкина не пустили в Херсон. Об этом написала журналист Пятого канала Инна Неродик на своей странице в Facebook. По ее словам, когда самолет Добкина приземлился в аэропорту Херсона, каким-то образом на аэродром попал правый сектор. Информация неточная, может просто какие-то небезразличные выехали прямо на взлетную полосу. Дядя Добкин перепугался так, что и не вышел к людям, развернулся, да и полетел назад в Харьков, пишет журналистка. Эту информацию подтвердили в Харьковском отделении партии регионов, назначив пресс-конференцию в связи с невозможностью кандидата проводить полноценную кампанию, посещать регионы, встречаться с трудовыми коллективами и жителями области. А также в связи с захватом неизвестными вооруженными людьми аэропорта в городе Херсон с блокировкой движения самолета кандидата в президенты, сказано в сообщении. А пишет об этом «Украинская правда». В случае вторжения российских войск на территорию Украины пограничникам дан приказ стрелять. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия с прессой пограничных войск Олег Слободян. Согласно порядку несения службы, все пограничные пункты являются военными постами, поэтому во время возможного нападения или провокации вблизи государственной пограничной службы «Военнослужащие будут действовать согласно законодательству и уставу Вооруженных сил Украины», сказал он. Напомним, 24 апреля министр обороны России заявил, что из-за ситуации на востоке Украины российские войска начали учения в приграничных с Украиной районах. Постпред Украины в ООН Юрий Сергеев рассказал о двух сотнях российских танков возле границы Украины. Стало известно, что россияне разместили установки «Град», которые использовались в Чечне. В свою очередь, российский постпред при ООН Виталий Чуркин не исключает использование войск на территории Украины. А сенатор Совета Федерации Валерий Шнякин заявил, что Совет Федерации собирается обсудить возможность введения российских войск уже в ближайшее время. Дело Кернеса. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на жизнь харьковского мэра Геннадия Кернеса. Покушение на Кернеса было совершено сегодня около 12 часов дня. В это время он находился на пробежке по Белгородскому шоссе. Стреляли в спину из леса. Ранение тяжелое, сообщает заместитель Кернеса Юрий Сопронов. У Кернеса пробита легкая и печень на вылет, уточняет заместитель. Он находится в тяжелом состоянии. В реанимационном отделении Харьковской больницы скорой и неотложной помощи его прооперировали. Врач больницы сообщил, что Кернес получил тяжелое ТРК-абдоминальное ранение. Америка объявила о новых санкциях против России в связи с событиями в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома. Новые меры, по его словам, коснутся семи должностных лиц, включая двух человек из близкого окружения президента Владимира Путина, а также 17 компаний, связанных с людьми из этого окружения. Кроме того, Министерство торговли США вводит дополнительные ограничения в отношении 13 из этих компаний, сообщает ИТАРТАС. Напомним, 20 марта Соединенные Штаты расширили список санкций против российских чиновников и политиков в связи с аннексией России и украинского Крыма. Сегодня президент США заявил, что если Россия будет и далее демонстрировать агрессию по отношению к Украине, то санкции могут быть применены и в отношении банковского сектора и оборонной сферы. МИД России заявляет, что численность и состав украинских войск на юго-востоке страны должны вызывать глубокую озабоченность ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Российской Федерации на переговорах в Вене. Численность и состав украинской группировки во много раз превосходит численность отрядов самообороны местных жителей, и о наличии танков, артиллерии, включая реактивные системы залпового огня и боевой авиации, позволяет говорить о возможности неизбирательного и непропорционального применения ею силы, включая уничтожение целых городов, говорится в заявлении. Именно эти факты должны вызывать глубокую озабоченность государств участников ОБСЕ, в том числе в контексте выполнения женевских договоренностей, подчеркнули авторы документа, текст которого цитирует Интерфакс Украина. Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона готова обсуждать военные аспекты ситуации вокруг кризиса в Украине. Такими были новостные вехи понедельника. Больше узнаете на сайте главком. Здесь всегда свежая информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова